Это третье распоряжение. Первое подписывалось в 2011 году, второе в 2017 и это в 2019. По сути, это видоизмененная версия предыдущих распоряжений. Как говорится, нет предела совершенству. Распоряжение первое, которое подписывалось в 2011 году, ограничивало порядок въезда в прибрежную зону. Вместе с тем, без четкого определения порядка этого заезда, без указания границ, в которых ограничено движение, примерно так. Второе распоряжение, которое подписывалось в 2017 году, четко определило границы. Причем в эти границы вошла и часть прибрежной зоны между 2011 и 2010 фонтана. При этом была определена как пешеходная зона нижняя часть дороги, куда практически, не практически, а полностью запрещено движение транспорта. За исключением транспорта, который вывозит мусор и то в ночное время. И распоряжение этого года, с учетом, наверное, мы все знаем, что расширены границы трассы здоровья, строится эстакада. В этой связи еще раз определены границы территории пересечения. Также она определяет ограничения на въезд на прибрежную территорию в районе Лузановки, транспорта общего пользования. И на территорию пляжа ниже Маячного переулка. Указанные места также актуальны. И очевидно, что это делается для обеспечения максимального комфорта отдыхающих горожан и гостей города. Въезд-выезд в первую очередь контролируется сотрудниками коммунального учреждения муниципальная варта. Существует дислокация постов, связанная с этим. И в том числе, кстати говоря, в нем определен порядок и запрещено движение электротранспорта, скутеров так называемых, которых в прошлом году, в общем-то, пыталась муниципальная варта делать замечания, потому что масса была нареканий на езду именно на электротранспорте. Вместе с тем, это нигде не было прописано. Соответственно, не было возможности привлечь какой-либо ответственности нарушителей. Сейчас там также прописан и электротранспорт. Те посты, которые сейчас добавлены, пляж Монастырский и пляж Лузановка, скорее всего, дело в том, что монтажу знаков, средств ограничения движения должны предшествовать определенные мероприятия. То есть после подписания распоряжения должны быть подготовлены схемы организации движения, схемы установки знаков, должны быть расставлены, соответственно, средства блокирования въезда-выездов. И я думаю, что в окончательном варианте ограниченное движение в те места, которые добавлены, будет, наверное, в апреле-майе этого года.